Керниган Да, Тарис, тем не менее, у нас уже есть задача. Использование нервной храма против отступников зерба может быть и послужит целям Керниган, но это наша единственная возможность выжить. И мы выживем, мои воины. Слишком долго мы уже ничего не делаем и все больше и больше отдаляем от себя победу. Пришло время показать всю нашу силу. Никогда больше Шакурас не будет оспирнен грязными пришельцами. Церки будут повержены. Матриарх, я служил тебе многие тысячи лети. Я всегда уважал твою мудрость и силу. Но в последнее время я ощутил какую-то перемену в вас. Керниган ушла, но ведь ее предательство все еще остается предательством. Успокойся, Золотой. Я все еще та расшагал, которую ты знал. Последние события несколько утомили меня, но не волнуйся. Мой дух воина все так же силен и я уверена в нашей победе. Конечно, наступило время действий. Кристаллы должны быть доставлены в храм, пока церки готовят свои войска. Я позабочусь об Юрае, а Зератул о Калисе. Экзекутор, ты должен обеспечить охрану Орданису и Зератулу по дороге в храм. Видит Бог, мы получим эту энергию и очистим этот мир от церков. Идите теперь, дети мои, и помните, что судьба нашей расы зависит от вас. И вновь конец брифинга, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, я Дезертир, и мы продолжаем проходить брудвор. Когда вы принесете кристаллы в храм, зерги пошлют все свои легионы, чтобы убить вас. Вы должны быть готовы защищать храм от роя. Ну что ж, давайте этим и займемся. У нас здесь есть некоторые юниты. Мы уже можем устроить драгунов, например. Я предполагаю, что... Мы будем работать как-то с наземными основными юнитами. Выходить в идеале через архомников. Что я несу? Через архонтов? Простите, конечно же. А, конечно же, простите, через архонтов. Хотел сказать, через храмовников. Ну окей. А вот. В итоге сказал то, что сказал. Нам нужны зелки. Полностью грыженные. Нам нужны какие-нибудь хорошие невидимые юниты. Увеличение дальности атаки обязательно, естественно. Отлично. Великолепно. Давайте добывать. Чем больше, тем лучше. На начальных этапах на нас, естественно, будет нападать. Ну, как говорится, а куда деваться? Все равно откуда-нибудь на нас бы напали. Где-нибудь нас все равно бы убили. И убивали. Поэтому. В любом случае, нападение стоит ждать. Опутно мы можем пока что, пока мы добываем неплохо минералы, мы можем немножечко обогатиться за их счет. Парочка зелков. Я думаю, я, наверное, пропущу какой-нибудь момент, где я буду долго что-то делать. И перейду уже к моменту, когда у меня будет готова армия, как вариант. Для нападения на центральную вот эту зону. С последующим выдвижением вот сюда. Но в идеале я хочу попробовать зачистить все, что по кругу от меня. То есть с двух сторон. Снизу и сверху. Вот здесь и здесь. Я понимаю, что вам, скорее всего, ничего не было видно, как бы, потому что там черный экран. Но суть вы понять, осознать могли. Ладно. Давайте мы подстроим газилку. Примерно. Сейчас уже можно ее подстроить, я думаю. Тем более, что одно из совершенствий у нас уже готово. Зарятул, конечно, должен выжить. Поэтому мы сейчас, пока они не видят, быстренько нарежем их сзади. Отлично. Надо было, конечно, построить сюда зелков, но что ты делаешь? Пока и так хорошо. Главное, чтобы эта база выжила. Для того, чтобы она выжила, мы возьмем одно из пробок. Поставим где-нибудь вот здесь пилончик. И попутно будем делать некие усовершенствования в плане... Ушечек. Потому что на нас будут скоро прилетать такие жестокие вещи, которые я бы не хотел увидеть. Так, берем парочку пробочек. Откатываем их назад куда-нибудь. Здесь продолжаем обогащаться за счет зилотов. Ну и строим пару драгунов, я думаю. А нам понадобятся архивы храмовников. Которые мы построим... Где-нибудь вот здесь, потому что желательно, чтобы они были защищены. Естественно, щиты. Я думаю, что нам понадобится... Ну, это, блин, будет дорогостояще, на самом деле, скрабеев делать. Но они довольно полезны зато. А давайте попробуем через скрабеев выйти. Раз я хочу захватывать вот эту вот часть, где зерги находятся. Мне нужно выходить через скрабеев очень аккуратно. Плюс мне нужно довольно много архонтов. Драгуны у нас записаны на отдельную кнопочку. Здесь ребята тоже записаны на отдельную кнопочку. Надо вот этих троих, правда, выбрать отдельно. Да хватит бегать. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Пятого нет, шестой у нас идут скрабеи. Все, в принципе, я думаю, атакуем. Сюда переходим. Сюда переходим. И вот проблема первая. Вот у нас первая проблема возникла. Пропустите скрабеи. Не толпитесь, пожалуйста. Ладно. Просто посылаем всех, потому что иначе я не смогу нормально все это сделать. Если у нас драгуны еще толпиться не будут, будет все вообще великолепно. Но драгуны это те существа, которые толпятся в больших количествах. Отлично. Здесь все нормально. Отлично. У меня здесь довольно много антивоздуха. Надо быть немножечко аккуратными. Но все же. Так, хорошо. Принято. Принято. Не получится. За нами следует наблюдатель. Правда ли замечательная ощущенция. Так. Теми же отрядами. Прорываемся вот сюда. Прорываемся вперед. Не толпимся, ребята. Не толпимся. Да, вы будете немножко умирать. Но такова ваша судьба. К сожалению, ее никак не изменить. К сожалению, ее никак не изменить. Ладно, попутно продолжаем подстроить вот этих ребят. На которую нам недостаточно газовый смен. Окей, тогда сделаем вот так. А остальных будем делать зелков. Просто клепаем зелков. Итак, что я хочу здесь сделать. Смотрите. Мне нужен наблюдатель, который должен, по идее, был следовать за нами. Но почему-то он не следовал. Отлично. Теперь вот сюда. Здесь куча анти-воздуха, но у нас земля. Проблема для этих ребят, к сожалению. У нас там шарики в больших количествах. Чего мы добиваемся, спросите вы, дорогие друзья. Мы добиваемся прохода вот сюда. И уничтожения всего, что можно на этих базах. Желательно в огромных количествах. Кургана-Сквернителя. Так, не даем зайти себе в тыл. И продолжаем уничтожение всего и вся здесь. Драгуны просто бесподобны, честное слово. Драгуны просто бесподобны. Держись за нами. Держись за нами. Замечательно. Еще, в принципе, одну базу захватили. Здесь у нас, по идее, как раз-таки сейчас... Опустело. Нет, она же не опустела. Она же не опустела, потому что здесь, скорее всего, построили уже заново базу. Забыл. Нет? Не построили? Удивительно. Вот это уже и удивительно, на самом деле. Ну, окей. Тем временем у нас периодически атакуется база. Если бы мы нападали, допустим, сюда воздухом, нам было бы чуть-чуть больно. Но так как мы нападаем сюда не воздухом, все хорошо. Так, два селка здесь. Н-ное количество здесь. И еще сколько-то вот здесь. Отлично. На двоечку это все дело выделим. Замечательно. Вот у нас еще два отряда, получается. А, и что мы должны здесь сделать? На нас кто-то вот здесь нападает, но... В принципе, все нормально. Благодаря пушкам здесь все хорошо. Благодаря пушкам здесь все просто замечательно. Давайте убейте эту газину. Нет, ну ладно. Так. Все. Более-менее отряды собрались. Пошли вниз. Почему эти пошли через эту сторону? А этот пошел через эту. Что-что с вами не так, ребята, дорогие? Здесь вот есть куча слепней. Давайте убьем слепней пока что. Наши все равно здесь проходят. Мы убьем слепней. Нет, ты не улетишь, гад. Так, и проходим по низу вот сюда. Замечательно. Просто великолепно. Сюда же отправляем нашего еще одного друга. Просто зачищаем всю карту от неприятеля, скажем так. Я вижу тебя и тебя. Давайте мы запишем этих двух крутых парней на единичку. Мы запишем сюда этих ребят. И попутно будем атаковать. Потому что уже нет вариантов. Ты наконец-то можешь здесь построиться. Ура! Ааа, так, строим здесь. Здесь все замечательно. И это замечательно. Вот гадина, а. Прилетела, насрала и улетела. Вот всегда квины такие были. Так, здесь добывается уже с одного минерала. Нужно что-то сделать. Нужно строить еще одну базу. Нужно строить здесь газ. Нужно построить здесь парочку пилонов. То, что пилоны нам как бы нужны. Ну и почему бы, собственно, их не построить. Так. Кого? Я, к сожалению, не знал, будет ли на меня здесь кто-то нападать. Я вижу, что нет. Нападать на меня здесь не будут. Но окей. Тем не менее, почему бы не уничтожить... Здесь зергов. Почему бы их здесь не уничтожить? Отлично. А с этой стороны мы все зачистили. Вроде бы. Единственное, куда мы не можем попасть, это вот сюда. И теперь нам нужно выдвигаться обратно на центр. Дольше всех, естественно, сюда будут доходить наши замечательные ребята. Ну, что поделаешь. Зато у нас есть, в принципе, две будущие базы, которые нам пока что не особо нужны. Но окей. Почему бы нет? И у нас есть куча-куча рабочих, которые будут сейчас добывать вот отсюда минеральчики. Замечательно. Кстати, часть из этих рабочих мы можем отправить на газ. Например, вот этих двух. Которые просто стоят и бездельничают. Не правда ли? Что, я отправил просто через... Без атаки даже? Серьезно? Окей. Опять нагадила. Вот не люблю, когда они гадят, на самом деле. Они такие нехорошие. Так. Отлично. Коцаны у нас, честно говоря, отрадики. Ну окей. Надо еще побольше поклепать на родицу. Здесь мне не нравится образование муты. Очень не нравится образование муты. Зато теперь мы сможем... Сделать достаточное количество... Замечательных архонтов. Пока будем атаковать вот этих ребят. Замечательно. Замечательно. Вот у нас напала как раз мута. То, чего я как бы опасался. В принципе. В принципе и произошло. Непонятно, правда, откуда она приходит, если честно. Ну окей. Вот пришли мечи возмездия. Пришли сюда сделки тоже, в том числе. Так, ребят, вы что беситесь с жиру? Откатывайте там, да и... Атакуйте все и вся. Че вам, по сути, сделать-то? Что мы будем делать здесь? Здесь нам нужно как можно больше построить оборонных сооружений и так далее. Ну, в общем, вернусь к вам, когда начну уже атаку. Ну что ж, пожалуй, я думаю, что стоит вернуться к вам. Вот я создал немножечко архонтов, создал немножечко всех остальных юнитов. В общем-то... Я думаю, что все, в принципе, нормально. Так, здесь вы. Здесь вы. Давайте добавим на двоечку еще тебя. Хотя, просто пустим следовать за ними. Как у тебя, собственно говоря. Все, в принципе. Давайте атаковать. Все наши армии мы выходим. Наступаем, так сказать, в бой. И... Я думаю, что у нас, в принципе, все получится. Ауч. Так, где у нас там скрабей? Давайте им докупим. Все и вся. Костаных, конечно, много. Но, я думаю, мы справимся. Но что самое примечательное и хорошее... Это, я думаю, то, что мы сейчас пойдем в идеале в атаку. Посмотрим, можно ли мы с этого острова куда-нибудь выбраться. Что тебе нужно? Используй меня. Принято. Замай. Надеюсь, конечно, что да. Но, я в этом не очень уверен. Пользуй меня. Замай. Нет, с этого острова, по-моему, все-таки выбраться нельзя. Доверяю мне. Используй меня. Принято. Инструкции. Так, ждем, пока у нас здесь рассеется... Вся вот эта гадость. Устанавливаем прямо вот здесь корабеев. Потому что они будут защищать основную часть, ближнюю. Ближний круг, так сказать. Переводим нашу пробку. Одну, любую, вообще неважно какую, вот сюда. Устанавливаем здесь пилоны. После чего устанавливаем кучу-кучу пушек. Снизу, сверху, со всех сторон. На каждую из сторон, примерно, я поставлю, наверное, по одному из корабеев. И как только я завершу обустройство базы, я к вам вернусь. Стой здесь. Будешь самым толстым корабеем. Ну все, давайте. Сейчас увидимся. Ну что ж, я думаю, что пора вернуться, на самом деле, к вам. И уже все-таки захватить все, что мне нужно. Давайте. Будешь ты подойдешь уже сюда, нет? Как там пытается дико обойти все это дело. Ладно. Иди сюда, Зератул. Иди сюда, Зератул. Харис готов. Палач, Зератул и я начинаем использовать энергетический канал храма. Вы должны удерживать зергов на расстоянии от храма, пока мы работаем. Да пребудет с тобой Адун, Палач. Ну что ж. В принципе, у нас есть более-менее неплохие войска, которые должны все дело здесь решать, скажем так. Помочь кое-где с обороной внешней, внутренней. В принципе, у нас хватает народу. Везде. Поэтому, я думаю, мы будем более-менее нормально справляться со всем. Естественно, у нас где-то есть воздух, где-то есть земля. Точнее, воздуха у нас немножко нету, но зато у нас есть антивоздух. Который просто замечательный в каком-то смысле. Ну и, естественно, у нас есть оборона. Естественно, она сейчас начнут психонечку нападать. Что мне не очень нравится, но, тем не менее, это нормально. Успокойтесь. Спасибо. Мы будем подстраивать периодически драгунов. У нас они будут просто стоять в цепочке строительства. За время моего усовершенствования всего и вся не успели мне снести две нижние базы. То есть, вот эту базу и вот эту базу. Но не успели снести центральную, потому что центральная у меня там очень сильно защищена. Поэтому споровая колония. На самом деле, можно было вынести все это дело с помощью воздуха, но я решил все-таки обороняться. 13 минут, нам надо обороняться еще. Мне очень нравится, что я не могу кликнуть. Пройти, пожалуйста, уже сюда. Е-мое, спасибо. Замечательно. Где-то отсюда нас атакуют, но у нас, в принципе, все хорошо. Потому что пока что есть пушечки. Пока есть пушечки, все будет классно. Что вот здесь плохо, это то, что вот здесь вот на нас напала очень гадкая мразюка такая. В общем-то, она нас немножечко покосала. Но мы будем восстанавливаться. Мы не потерпим уничтожение наших сооружений. Как видите, здесь они тоже на нас напали. И будем вот периодически вот так вот восстанавливать оборону. Только она будет где-то прорываться. Потому что минералы у нас добываются. Замечательно. Нас сверху прорывают. Сверху бы выйти в идеале. Потому что сверху нас прорвут в этом случае. Проблема в том, что сверху-то мы особо никуда не выйдем. Здесь нет выхода как такового. Чуть-чуть не продумано. Ладно, он довольно шустро убьет одного. Вдвоем они уже еще шустрее убьет. Отлично. Обходим, убиваем. Не даем разрушать наши. Главные строения защиты. Снизу тут идут зерги тоже. Здесь они, в принципе, более или менее страдают. Кто-то пополз. Я не это имел в виду, но окей. Оу. Давай, уничтожайте. Отлично. Почему двое только атакуют? Ладно. Окей. Тут, в принципе, так или иначе будет все уничтожаться. Это хорошо. Плюс здесь мы уничтожим еще часть его авиации. Которая нам все переносит. Всякую гадость здесь. Здесь надо восстановить в срочном порядке пушечки. Дорогостоящая, конечно, это гадость. Ну ладно. Оно того стоит. Перекидываем сюда драгунов. Давайте их вот так вот сделаем. Потому что они иначе будут долго перекидываться. Отлично. Замечательно. Сверху будем обронять своими силами. Снизу будем обронять с помощью пушек. Куда у нас есть? Здесь, ребята. Вот у нас есть отряд. Сверху будем обронять вот ими. Срочно вниз. Абс. Давайте. 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 Атакуйте этого гада. Старайтесь не теряться. Блин. То, что он меня атаковал, конечно, не очень хорошо. Ауч. Вот дебил это. Смотрите, они сюда приплыли. Прямо под пушки. Они приплыли прям по пушке. Прямо под пушки. Это хреново для них. Но весело и хорошо для нас. Давайте поставим еще вот здесь. Пилончики. Что у нас минералы пока добываются нормально как бы. Никаких особо проблем здесь не наблюдается в этом плане. А вот с этого угла у нас наблюдаются некоторые проблемы. Поэтому нужно как-то его защитить получше. Осталось подержаться совсем немножко. Всего 8 минут. Это, на мой взгляд, довольно мало. Давайте поставим на удержание даже. И здесь тебя тоже поставим на удержание. И вас двоих тоже поставим на удержание. И будем делать пушечки. Замечательные пушечки. Отлично. Минус. Так, еще вот сюда поставить пушечку. Заодно пробочкой не будет там ходить. Так что все великолепно. Пушечку можно поставить еще вот сюда. Войди чуть внутрь. Это тоже войди чуть внутрь. Отлично. Великолепно. Здесь немножко читерства. В плане того, что если пушки... Ну, если я не ошибаюсь, у... Вот этого воздуха чаще всего прописано, чтобы он подходил максимально близко. Сейчас мы с тобой разберемся, гад. А, ну-то пусть там алисит к нам. Я не хочу лететь к мути. Так, ну, здесь, в принципе, все пока хорошо. Бьют, правда, одного из них. К сожалению. Да. Архонтов убивают довольно шустро. Плюс у них хп теперь еще 0. Что не очень хорошо, но... Замечательно. Продолжаем подстройку драгунов. Взяли у нас должен быть полный лимит драгунов. Окей. Там уже архивы храмовников. Так вот, невзначай просто. Знаете, что я хочу сказать? Я могу, в принципе, отстраивать воздух. При желании. Потому что у меня очень много... Без пены. Не меньше минералов. И при определенном желании я могу спокойно подстраивать воздух. С этой стороны на меня особо не нападают. Ну, вот здесь, правда, нападали. Давайте восстановим. Восстановим с вами. Четыре минуты осталось продержаться. В принципе, я думаю, что держусь довольно хорошо. И это странно, что я не держался бы так хорошо, если бы не накопил столько минералов. Что, если бы я действительно не накопил минералов, я бы навряд ли так держался. А превышен предел пси, как мне сказали. Тем временем на меня нападают вот отсюда, но проблема в том, что... Это ни о чем, по-моему. То есть, да, они как бы убили часть моей обороны, но... Зилок-то стоит. Один зилок охраняет эту базу. Осталось 3 минуты 30 секунд. Здесь летает всякая живность. Что просто замечательно. Меня немножко напрягает, что если вот этот пилон грохнется, то, скорее всего, все вообще грохнется. Но окей. Чем меньше времени остается, тем больше юнитов на меня нападает. Ибо нехрен, сказала я к вине. А вот у нас здесь ничего такого мы не увидим. У нас там падает сверху. Ну, смуты, по идее, мы быстро разберемся. Более или менее. Вот об этом я и говорил, как бы. Так что, здесь даже наш отряд шустренький не понадобился. А вот здесь он может понадобиться, потому что здесь у нас нету никого, кто мог бы нам помочь. Прибегаем сюда. Видим, что вот эту базу у нас все-таки уничтожат, видимо. Как говорится, а что сделаешь? Когда-нибудь это было должно произойти. Но даже если ее уничтожат, наш бравый зелок убьет хотя бы одну. Ха. Зелок очень крут. Давай. Он почти убил, ладно. Он почти убил. Почти справился. Я не думаю, что она успеет убить все, что здесь есть. Все, что я успею построить. Хотя, есть такая вариантность, на самом деле. Хоть одна пушка, но должна, по идее, построиться. И эта одна пушка ее, по идее, убьет. Что, сейчас она атакует вот эту? А одна из вот этих сейчас вот эта вот, скорее всего, подстроится. Вот и все. Пока гидра. Все время ничего у нас здесь происходит. Здесь не очень хорошо. Мне не очень нравится, что здесь происходит. Все время у нас все готово. Вводите войска в храм и себя забудите. Давай. Ну что ж, все войска, все-все-все-все-все-все-все в храм. Миссия пройдена, спасибо за просмотр, ребят, всем спасибо и, в общем-то, пока. Девушки отдыхают. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok